Старушки потом падают, и появляется новый крестик. Это плохие ребята. Вода. Пока что-то не цепляет. Охранник пошел искать кого-то на крышу. Надо было шевелиться. Друзья, всем привет! Мы с вами в Сеуле, Южная Корея. В Сеуле я уже был много раз, и каждый раз я приезжаю ненадолго. Последний раз был, по-моему, год назад, смотрел новые районы. А сейчас на целых три дня. И за эти три дня мы с вами посмотрим новые общественные пространства. Удивительную архитектуру. И, конечно же, мы посмотрим многоэтажечки. Как живут корейцы. Огромный просто вокзал. Я уже 10 минут по нему иду и пытаюсь выйти. Урны для мусора. Еще на станциях у них стоят такие шкафы, где респираторы на случай задымления. Ага, судя по тому, что чувак с мокрым зонтиком, нас ждет дождик. Вот, друзья, в Сеуле человек может самостоятельно, без чьей-либо помощи передвигаться на инвалидной коляске. Это кажется таким естественным. Казалось бы, человек должен самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске. Но в России нет ни одного города, где инвалид мог бы без посторонней помощи сам вести какую-то полноценную жизнь. Когда-нибудь мы придем к тому, что какие-то физические недостатки, они не будут проблемой. Это не будет конец жизни. И человек не будет чувствовать никакой дискриминации. Но нам еще до этого далеко. Сейчас дождик, но это не помешает изучать Сеул. Помните знаменитый Питерский мост, где постоянно застревают газели? Вот чтобы не устраивать этот цирк и чтобы газель не разрушала конструкцию моста, ставят такие вот металлические арки, ограничители, что если человек дурак и не знает высоту своей машины, его остановит вот этот вот металлический барьер, и он не повредит мост. Забрался я в жилой район в центре. Здесь такая очень плотная хаотичная застройка. Здесь вот так вот очень близко к Японии. Но в Японии это было все еще плотнее, потому что японцы каждый сантиметр высчитывают. Смотрите, какая парковка на 7 автомобилей, такая вот карусель. Температура воздуха около 30 градусов. Только что прошел дождь, солнце, стопроцентная влажность, все запотевает, запотевают все камеры. Невозможно снимать, такой легкий туман везде. Я вот зашел в парк в центре, и вы слышите насколько сильно стрекочут эти цикады. Никогда так не слышал было так громко. И вот все дорожки устланы таким вот ковром необычным. Никогда такое не видел, оно пропускает влагу и нет грязи. Такое ощущение, что ты в хамаме. Моментально покрываешься потом. Очень жарко и очень влажно. Как здесь вообще люди живут? В Корее такой очень перенасыщенный дизайн улиц. Видите, они используют какие-то контрастные, здесь похожие на русский переход, но это не переход, это просто предупреждающие о том, что будет перекресток. Здесь какое-то красное покрытие перед светофором. Здесь такая ломаная линия, что нельзя останавливаться. Здесь куча каких-то ограничений написано, что 30 км в час. Вот эти вот цветные заборы. Очень много знаков различных висит. И это плохо, потому что водитель в такой среде теряется. Когда ты вот видишь перед собой кучу всего лишнего, пестрого, вот эти все отвлекающие кричащие надписи, ты не видишь самого главного, ты не видишь человека, который переходит дорогу, ты становишься менее внимательным, и весь этот дизайн, очень пестрый такой дизайн улицы, он наоборот маскирует пешехода и делает улицу опасной. Поэтому, если мы с вами посмотрим на европейские улицы, то сейчас главный тренд, это наоборот сделать как можно меньше информации, табличек, то есть чтобы улица была максимально чистой, и это безопаснее. Обратите внимание, широкая дорога, есть подземный переход, потому что здесь станция метро, и этот подземный переход, спуск станции метро, но тем не менее есть и зебра. То есть корейцы делают удобный город, не делают подземных переходов, ну по крайней мере здесь. Ну что, друзья, не пора ли нам протестировать местное метро? А я сейчас буду в роли такого туриста, который первый раз попал в метро, ничего не знает, у меня, кстати, даже нету наличных денег, только карточка, и посмотрим получится ли у меня купить билет на метро, все ли я пойму. Сначала здесь у нас какой-то рынок, вот такой дизайн, все очень так простенько, есть лифт. Кстати, что круто, как и в Японии, здесь есть везде ячейки для хранения, еще есть в Вене-звероаппарат, который продает салфеточки, гели, маски. Ну, кстати, из плюсов, у них на станции есть туалет. И вот мы пришли к турникетам, здесь, наверное, надо как-то купить билет. Значит, автомат, английский язык. Потрясающе, автомат не принимает карты. Так, и где мне искать банкомат? Хороший вопрос. Кстати, прикольно, такой узенький эскалатор на одного человека, чтобы никто не торопился. Ну что, пока проблему поиска банкомата я решить не могу, потому что все банкоматы, которые мне удается найти, они только для местных карт, они не принимают MasterCard, поэтому вечер перестает быть томным, у нас приключения. Я сейчас буду ходить и искать банк, и искать банкомат, который примет российскую карту. Кстати, даже хорошо, что у меня не нашлось денег на метро, потому что, ища банкомат, я нашел новенькое общественное пространство. Судя по карте, здесь раньше была железнодорожная ветка, которую они убрали в туннель. Но я могу ошибаться, но похоже, что так. Вот эти цикады очень громко шумят. Что интересно, вот посмотрите, они очень грамотно сделали, вот там, где ходить не надо, они посадили такие многолетники, и здесь вот, ну, даже если захочешь, ходить не будешь, они сделали такую зеленую стену, кусты, потому что там уже начинаются дома, а где ходить можно, они сделали такой хорошенький газончик. То есть принцип благоустройства, что у вас не должно быть никакого бесхозного пространства. Здесь оставили старые рельсы для оформления, разные виды мощения, здесь даже питьевые фонтальчики, интересно, работает или нет. Можно умыться после этой адской жары. Вот здесь гуляет с собачками. Удивительно, но они даже продумали водоотвод нашим проектировщикам на заметку. Видите, здесь есть рельеф, и вода естественным путем попадает в такой вот канал, который заложен камнями, и оттуда она через дренажную систему уходит уже в ливневочку. И вот вид с моста, и здесь хорошо видно, как раньше здесь были железнодорожные пути, такая большая железнодорожная ветка, а теперь здесь классный парк с лавочками, террасами, взрослыми высокими деревьями. Они, конечно, большие молодцы, что взрослые деревья высадили. Ну и опять же здесь сделаны какие-то еще павильоны, какие-то выставки проходят, магазинчики. Здесь, смотрите, такой вообще навес, там какие-то иероглифы, буквы на корейском, поэтому прочитать не могу. Мы дальше идем, и что круто, все сделано, хотя и в одном стиле, но немножко меняется. Если там был такой дикий лес, то здесь уже по дизайну больше похоже на такой парк. Эти елки подстрижены уже ровненько, не так все хаотично посажено. А здесь клумбы, похожие на вагонетки. Вообще, когда мы говорим про общественные пространства, действительно важно, чтобы у общественного пространства была какая-то идентичность. Потому что сейчас все делают примерно одинаковое, какие-то клумбы, лавочки, все такое современное. Но человеку нужно, чтобы была какая-то привязанность эмоциональная. Поэтому хорошо, если пространство на месте бывшего порта, там остались какие-то краны, цепи, еще какие-то элементы промышленные, которые там были. Если парк на месте бывшей железной дороги, то логично оставить какие-то швалы, фрагменты вот этих вот путей, между которыми сделать клумбы, чтобы у места оставалась его идентичность, чтобы общественное пространство было преемственным от того, что здесь было раньше. Все, мне удалось найти банкомат, который принимает иностранные карты. Давай, дружище. Мы взяли денежки. Уж теперь-то я точно куплю билет. Удивительная, конечно, схема метро. Вот попробуй разберись, куда тебе ехать. Просто бесконечная каша из станций. Вообще ничего не понятно, по крайней мере, с первого раза. Вот что значит сэкономили ребята на дизайнере. Я совершенно безуспешно пытаюсь забраться в метро. В отличие от японского метро, здесь непонятно вообще ничего. Такая вот схема метро висит в вагоне. Шрифт. То есть даже я с идеальным зрением, если вплотную подхожу, я не вижу, что здесь написано. Для кого сделана эта схема, как мне разобраться, вообще непонятно. Наконец-то я справился с метро и переправляюсь на другую сторону реки, чтобы добраться до небоскреба. Вон он уже виден в тумане, верхушка утопает в облаках. И это у нас башня лота, самый высокий небоскреб в Сеуле. Вот так вот, кстати, выглядит билетик. И смотрите, мы сейчас прикладываем билет. Выходит. Билет на одну поездку стоит 1350 вон. Но сам еще билетик стоит 500 вон, залог за него. Поэтому я каждый раз на одну поездку покупаю билетик, я его получаю. И потом мне этот билетик нужно сдать в специальную машину и обратно получить мои 500 вон залога. Давай мои 500 вон. То есть система идиотская, как и все в Сеульском метро. Вместо того, чтобы не брать депозит за этот билет и чтобы его просто съедал автомат, мне нужно вручную нести его в машину и получать обратно эту монету. Какая-то глупость просто несусветная. Это было непросто. Я каждый раз, я уже вот который раз я в Сеул приезжаю и каждый раз я мучаюсь с их метро. Конечно, вы можете сказать, что здесь все очень удобно. И, наверное, да, если вы здесь живете, вы наизусть знаете все эти линии, станции, пересадки, у вас не будет проблем. Но я попытался еще раз на минуточку вжиться в роль простого туриста, который не знает куда ему идти, который смотрит на навигацию. И здесь как раз проблема в том, что навигация просто ужасная. Новые корейские улицы. Урбанистика наконец-таки добралась и до Южной Кореи. Видите, теперь нет бордюров. Здесь такая большая канава для воды. Она закрыта бетонными плитами, везде решеточки. Из-за того, что здесь нет заборов и бордюров, трафик довольно спокойный, ограничение 20 км в час. И можно, видите, переходить где хочешь. Если нет машин, можно аккуратно переходить. Здесь большой поток людей идет обычно, потому что здесь университет. И вот эту улицу недавно реконструировали. Вот я дошел. Это университет Йонсё. Старейший университет Южной Кореи. Основан был в 1885 году. Считается одним из лучших университетов. Здесь недавно сделали тоже модное благоустройство. Вот все эти деревья, которые растут по краям аллея, они были высажены несколько лет назад. И как вот все круто смотрится. Так вот выглядит территория. Вот кампусы. Какой-то центр исследования рака. Госпиталь. А температура повышается. И уже прогноз погоды написано, что ощущается как плюс 43. Ну по мне так ощущается, как все плюс 50. Вода. 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 Фонтан. Хоть какая-то влага. С каждой минутой становится все жарче и жарче. У меня такое чувство, друзья, что на этой адской жаре я превращаюсь в какого-то зануду. Потому что я вам только жалуюсь на жару. А вы же смотрите это сейчас. И вы не ощущаете эту жару, которую я ощущаю. Вам сложно войти в положение. Надо заканчивать нысь и жаловаться. Надо терпеть. Тем более мы в самом центре Сеула. Вот. Смотрите, друзья. Это сити холл. Внизу старое здание. Над ним такая стекляшка уродливая. Новая. Смотрится стрёмно. Но здесь всем нравится. Это у нас маршрутка местная. У нее на борту кресты нарисованы. Такое впечатление, сколько старушек он сбил. Или сколько старушек не смогло войти в его маршрутку. По неудобным ступенькам. Вот видите, вот зачем нужны низкопольные автобусы. Потому что старушки потом падают и появляется новый крестик на борту. Да, а с автобусами, если с метро нельзя разобраться, с автобусами тоже не разберетесь. Потому что все на корейском. И еще для меня загадка. По какой-то причине очень плохо здесь работает Google Maps. Я не знаю, давно ли это началось. Раньше, по-моему, Google Maps работал нормально. Но сейчас не прокладывают автомобильные маршруты и не прокладывают пешие. Только общественный транспорт. С другой стороны, карты Apple, они прокладывают пешие и автомобильные маршруты, но не прокладывают маршруты общественного транспорта. Жопа с картами. Как же жарко. Да, я хотел не жаловаться. Так, что случилось? Да, посадили у вас президента. Друзья, я пока не понимаю, что происходит. Происходит что-то ужасное. Ага, это плохие. Так, бабушка очень эмоционально мне что-то пытается рассказать. Да, это какие-то злодеи. А здесь, друзья, проходит какой-то митинг. Собралось кучу бабушек. У всех флажки нет чему-то. У всех жилетки Федерация свободной Кореи. У всех жилетки Федерация свободной Кореи. И так, друзья, там продолжается митинг за бойкот Японии. Вы, наверное, не понимаете, что значит бойкот Японии, почему они митингуют. Самое время объяснить ситуацию. Как вы, наверное, знаете, у Кореи с Японией не лучшие отношения. Корея находилась под оккупацией, под японской оккупацией до конца Второй мировой войны. Собственно, много претензий. Японцы насиловали корейских женщин. Японцы эксплуатировали корейцев на заводе. В общем, война закончилась, и как-то удалось договориться. Японцы выплатили компенсацию, и вроде бы дело закрыто. Но недавно корейцы вдруг решили, что компенсации, которые им выплатили, недостаточно. Одно дело они выплатили за рабский труд. А кто будет выплачивать за моральные страдания? И корейский суд постановил, что японцы еще должны тем, кто трудился на Японии, трудился на заводах во время Второй мировой войны. Ну, японцы как-то покрутили у виска, сказали, ребята, вы типа чего, какие компенсации? На что корейцы сказали, что если не будете выплачивать компенсации за моральные страдания, то мы будем арестовывать японские активы на территории Кореи. Японцы не придали этому значения, но корейцы как-то напомнили, сказали, слушайте, мы не забыли. На что японцы сказали, ну раз так, тогда мы вас исключаем из списка торговых партнеров и накладываем различные ограничения на торговлю. Особенно все, что касается сферы полупроводников, компонентов для полупроводников, электроники. Одна из основных индустрий в Корее. Корейцы офигели, то есть все искали, что мы будем жаловаться в ВТО. Здесь начали проходить митинги как раз за бойкот Японии. 2 августа японцы исключают Южную Корею из списка своих партнеров. И теперь каждую сделку нужно отдельно получать на нее согласие. В общем, это сильно усложняет поставку сюда компонентов для электронной промышленности. Вот такая вот заваруха здесь сейчас с Японией. Соответственно, политические партии проводят митинги, призывая бойкотировать все японское. Я сейчас зашел в магазин, японское пиво продается, пока все нормально. Но народ митингует, призывает бойкотировать Японию и отомстить. Самое время прогуляться по рынку и посмотреть, чем здесь кормят. Какие-то вкусняшки жарят. Так, это, так понимаю, что-то у нас вроде омлетика в масле. Какие-то непонятные части тела. Пока что-то не цепляет. Все говорят, что вот на этих рынках ты с ума сойдешь вообще от того, как здесь все вкусно. Но не знаю, не знаю, не знаю. Я вот что-то с ума не схожу. Может, потому что я не очень люблю корейскую кухню. А может, потому что здесь просто безумно жарко. Плюс здесь еще, видите, масса каких-то таких вот забегаловок, которые уходят куда-то вглубь рынка. Везде какие-то печи, вытяжки. Не знаю, вот для меня это не аппетитно. Но когда я спросил, что посмотреть в Корее, что делать в Корее. Ну конечно же есть. Конечно же есть корейскую кухню. Кимчино вернуть. Какой-нибудь свиной пятачок, жареный во фритюле. Но я не готов. Такие вот маленькие прилавочки. Ты садишься и тебе здесь сразу готовят какую-нибудь вкусняшку. Кстати, много туристов сюда приходит. Здесь можно бамбуковый сок свежевыжать. Вот они прямо из тростника, не бамбуковый, из сахарного тростника сок выжимают. В общем, посмотрел я на это все и пойду искать стейк. Я помню лет 10 назад, когда я приехал в Корею. Это был мой первый раз в Сеул. И меня пригласили наши партнеры, деловые партнеры. Есть компания, которая занимается компьютерной графикой. Мы занимались компьютерной графикой и они нас пригласили. Они были принимающей стороной. Мы целую неделю, я пытался понять и полюбить корейскую кухню. То есть они целую неделю меня и моих партнеров водили по лучшим ресторанам. Все это я так и не смог. Вот не идет мне корейская кухня. Мне не нравится корейская, мне не нравится вьетнамская. Я более-менее еще тайскую, китайскую, но не всю. Корейская вообще не моя. Итак, друзья, мы сейчас с вами пойдем смотреть удивительное здание. Называется это Tandemun Design Plaza или DDP. Это какая-то фантастическая металлическая змея, которая разлеглась на большом газоне. Спроектирована студия Захи Хадид еще в 2009 году. Открыли в 2014. Это центр дизайна, моды. Раньше здесь был стадион, но потом стадион снесли и построили вот такой удивительный объект. Кстати, именно благодаря этому объекту, где сейчас находятся какие-то магазины, галереи, выставочные залы. Сеул в 2010 году был назван мировой столицей дизайна. Слушайте, фантастическое здание. Здесь перфорированных металлических панелей. Здесь еще такое очень сложное, смотрите, пространство рельефное. Вообще супер. При этом, если мы с вами посмотрим на проекты Захи Хадид, которые сделаны в Китае, то там везде будет ужасное качество. Но поскольку Корея не Китай, тут качество более-менее хорошее. Качество работает. Бетон. Вроде неплохо они сделали. Слушайте, очень-очень-очень круто. Ну вот к слову о реализации, вот здесь видно что-то с водой у них не то. Что-то протекает. Какой-то вот издвесковый уже такой налет. В общем есть проблемы, но еще раз вот в целом, если так смотреть, они сделали очень хорошо. Для объекта такой сложности это успех. И вот это вот крыша этого музея. И тут есть газон, и газон обнесен забором. Непонятно почему, это грузно. Я надеюсь это временный газон, какой-то такой вот очень хлюпенький. И что здесь написано? Кипов написано. Проваливайте. Газон восстанавливается. Они еще делают, они еще делают газон. И когда они его сделают, я надеюсь они откроют. Что можно сказать? Это проект Захи Хадид. Такой вот он потрясающий. Как и все проекты от студии Захи Хадид, он очень сложный. Он невероятно сложный в исполнении. Здесь такая вот супер форма. Я думаю здесь нет ни одного там одинакового элемента. И все эти проекты, они очень сложны в реализации. Потому что вот важны детали, как здесь подогнано, какие зазоры. И в принципе у корейцев получилось все сделать относительно ровненько. Я наконец добрался до спального района и забрался на крышу. Вот так вот выглядит такое самое простое жилье. Как видно, выглядит оно грустно. Во дворах небольшие зеленые зоны, детские площадки и парковки. Как интересно, как в этих домах работает охрана. У меня в планах нету попадать в полицию. Тут стоит охранник, по-моему он по мою душу стоит. Ну ладно, что, была не была. А вот охранник пошел искать кого-то на крышу, посмотреть. Что можно сказать? Надо было шевелиться. Охранник бежал в подъезд, откуда я вышел. Сейчас я уже старенький. Когда я был молодым в Москве, мы забирались на крыши, на высотки, во всякие бункеры. В общем, было довольно весело. Сейчас это стало практически невозможно. Сейчас везде охрана, сейчас полиция жестоко карает за всякие такие выходки. А сейчас можно где-нибудь за границей, где еще есть свобода. Например, в Южной Корее. Да, друзья, вот чего я не ожидал здесь увидеть, так это такой велодорожки. Велодорожка прямо на тротуаре, еще вымоченная плиткой. Господи, какой кошмар. Почему, почему я за этим наблюдаю? Так вот выглядит многоуровневая парковочка. Смотрите, просто такая башня. Это автоматический паркинг. Вы туда заезжаете, и вашу машину поднимают к небесам. Вот главное отличие от японских городов, это то, что в Корее бардак с парковкой. Как мы помним, в Японии не бывает бесплатной парковки. И каждый клочок, он обязательно помечен. Там везде все платно, везде цены. А здесь вот такая красота. Хочешь вот на тротуаре припаркуйся. Кстати, забавно смотреть, как они защищают столбы от нелегальных объявлений. Такие шипованные накладки. Это резина, прям вот такой. Ага, столб. Вообще, конечно, борьба с нелегальными объявлениями во всем мире очень актуальна. Решается только штрафами. Пока вы не начинаете этих расклещиков ловить, штрафовать, все равно будет клеить. Ну и вот Корея. Они защитили столб, куча этих накладок, а выше все равно все заклеили. Вот такой столб, и на нем висит пять камер. Нужно больше камер. Вот вы посмотрите, друзья, что творится с парковкой. Вот она, Корея. Не хватает этого японского порядка. Поэтому все паркуют свои корыта прямо на тротуарах. Здесь у нас какая-то невообразимая каша из непонятных зданий. Каждое, по-моему, пятое здание это кофейня в том или ином виде. Ну, кстати, интересная идея по поводу как отградить тротуары от дороги. Видите, сделаны такие деревья пустые и здесь такая лавочка. Довольно элегантное решение. Намного лучше, чем поставить какой-нибудь забор. Здесь просто какие-то немыслимые здания с точки зрения архитектуры. Дорогущие. Вот это вот Starbucks. Это их такая премиальная линейка. Да, у Starbucks тоже есть премиальная линейка. Это Starbucks Reserve. И они там помимо обычного кофе готовят еще кофе, который можно пить. Если вы вдруг не понимаете, о чем это я, то я напомню, что Starbucks это, конечно, адская помойка. Они готовят ослиную мочевую кофе. Они понимают, как вообще можно пить Starbucks. Starbucks нужно пить только если вообще больше ничего нет. Например, вы очень хотите выпить кофе. Вы прилетели в аэропорт какой-то и ничего кроме Starbucks нет. Тогда, конечно, можно выпить Starbucks. А когда есть выбор, конечно, в Starbucks нельзя заходить. Просто очень неплохой кофе. И вот Starbucks Reserve, там уже пить можно. Похоже, друзья, я совершил ошибку и зашел в модный район. Казалось бы, где я и где мода. Чем выше, тем моднее. Какие-то дорогие машины. Улица похожа на гинзу в Токио. Но только если гинза такая шумная, многолюдная, то здесь ничего нет, кроме бутиков. Поэтому немножко пустынно. Но зато с точки зрения архитектуры, тут прямо каждое здание. Это у нас вот Gucci. Дальше, видите, какие-то белые, как цветок лотоса, Dior. Смотрите, какой фасад сделан. Это бетонные панели с таким текстурой, плетеной. Здесь вот такой разрыв. В общем, очень круто. С точки зрения архитектуры, это просто офигенно выглядит. Смотрите, какая красота. Можно так вот подойти, и там из трубы дует холодный воздух и охладиться. Они стоят иногда такие на улице, потому что вот эти парковщики, охранники, они сойдут с ума на этой жаре, с этой ужасной влажностью. Поэтому для них такие ставят специальные уличные кондиционеры. Библиотека в торговом центре. До встречи!